Здравствуйте, в эфире новостная служба Центрально-Азиатского телевидения в студии Андрея Рябченко и сегодня в программе. Таджик Баши, отец нации или всего лишь президент, таджикский ученый предлагает переименовать официальный титул ММЛ Рахмона. Девальвация Тенге неминуема, считают американские экономисты. Месторождение Кумтор может привести к отставке еще одного киргизского премьер-министра. В Узбекистане по обвинению в религиозном экстремизме арестовывают целыми кишлаками. И как Нурсултан Назарбаев едва не стал таджикским гастарбайтером. Ряд таджикских ученых предложили присвоить им Амали Рахмону официальное звание лидера нации Подари Миллад. Заслуг Рахмона, по их мнению, вполне достаточно для изменения конституции страны персонально поднимо. А как известно, от присвоения титула лидера нации до разрешения ему править пожизненно всего один шаг. На официальном сайте Народно-демократической партии Таджикистана появилась статья коллектива авторов с призывом официально признать Рахмона главой таджикской нации, что станет, по их мнению, фактором единства и прогресса страны. Авторы напоминают о выдающихся заслугах ММЛ Рахмона в восстановлении мира. В особенности выделяется его программа экономического развития, которая по своим масштабам, если не превосходит, то точно равна программе Рузвельта «Новый путь», которая вывела США из Великой депрессии, и программа индустриализации Сингапура Ле Куан Ю. Как же изменилась экономика республики? Каких заоблачных высот она достигла за 23 года пребывания у власти бессменного президента? Экономические результаты правления ММЛ Рахмона подсчитал таджикский экономист Тавар Али Ганиев. Можно сказать в трех направлениях основные проблемы в Таджикистане. Первое – это проблемы занятия населения, думающие коллекционные гранты в Таджикистане. Во-вторых, развитие основных отраслей, которые возможны по имеющим ресурсам в Таджикистане. И, в-третьих, инновация, ведение инновационных посудов других способов экономики Тавар Али Ганиев. Вот я вижу, можно сказать, и три, и четыре, и пять. Вот три основных можно на первый план. Во-вторых, мы сейчас делаем инфраструктуру. Значит, вспомогательные инфраструкции, это дороги, это различия малого бизнеса. Между тем, накануне стало известно, что казахстанский город Павладар может быть переименован в Нур-Хала, что очень уж созвучно с именем Нур-Султана Назарбаева. Как происходило присвоение статуса отца нации в другой постсоветской республике, Казахстане? И что это дало Назарбаеву? Интервью казахского политолога Марата Шибутова. Звание лидерации, в смысле, было присвоено по нескольким причинам. То есть, это обеспечение суверенитета Казахстана, то есть выставивание граничных государств и ее механизмов, и, соответственно, действование теоретической элиты. То есть, они, в принципе, были, большинство из них все ему обязаны, то есть, нынешнее поколение. А, соответственно, как бы, получается, ну как по этому выберу. Харизматическая, традиционная и демократическая легитимность сомнесились в одном человеке, как бы. Одновременно два американских экономических учреждения опубликовали негативный прогноз в отношении национальной валюты Казахстана. Банков Америка и агентство ФИЧ предрекли Тенге девальвацию сразу же после выборов президента 26 апреля. Международное агентство ФИЧ считает, что девальвация Тенге может составить по отношению к доллару от 13 до 45%. Банков Америка также заявил, что реальный обменный курс Тенге переоценен, и Казахстану придется снизить номинальный курс Тенге на 30%. По оценке банка, к концу этого года курс казахстанской валюты опустится до 250 Тенге за доллар по сравнению со 185 Тенге нынешними. Оба экономических учреждения сошлись во мнении, что монетарные власти Казахстана пойдут на девальвацию только после президентских выборов, которые назначены на 26 апреля. Тем не менее, официальные власти не раз заявляли, что девальвации Тенге не ждут. Впрочем, об этом же они говорили и в феврале 2014 года, когда Насбанк Казахстана решил отказаться от поддержки обменного курса Тенге, из-за чего его стоимость значительно просела. Казахстан не единственная страна на постсоветском пространстве, которая столкнулась с обесцениванием валюты в последнее время. Сильнее всего подешевела гривна Украины почти на 83%. За ней просил российский рубль на 62%. Белорусский рубль упал на 54%, а азербайджанский монат на 35%. Есть ли взаимосвязь между девальвациями валют бывших постсоветских стран и насколько велика ее вероятность для Казахстана? Не последуют ли за ними Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан? Ответ в комментарии эксперта. Причин для эвальвации в казахской экономике было несколько. Во-первых, упали цены на нефть. Потом произошла ситуация с российским рублем. У нас общая торговля достаточно большая. И здесь вот эти две причины были основные. Конечно, там были еще немножко понижались цены на цветные металлы и на черные металлы. Но в основном это были вот эти две причины. Ну, я думаю, что девальвация, конечно, в Казахстане будет. Я не уверена, что она будет такой значительной до 45%. Ну, в пределах, может быть, максимум 30%, учитывая то, как девальвировал азербайджанский монад, у которого тоже основной причиной было падение цен на нефть. Если мы будем говорить о влиянии Казахстана на страны Центральной Азии, то здесь абсолютно однозначно Казахстан входит в пятерку. А почти, вообще-то, фактически у Киргизии, Таджикистана и Узбекистана даже входит в тройку крупнейших торговых партнеров. То есть экономики достаточно прилично связаны. Может это в какой-то мере повлиять на девальвацию в этих странах, но это будет такой вторичный фактор, который не будет определять уровень этой девальвации. Премьер-министр Кыргызстана Джо Марта Тарбаев готов уступить свой пост тому, кто решит проблему Кумтора. Я готов передать свои полномочия тому политику, который сможет найти пути решения по Кумтору, заявил он перед парламентом. Глава правительства объяснил решение тем, что переговоры с канадской стороной вновь зашли в тупик. Канадская сторона до завершения переговоров по Кумтору изменила план горных работ, согласно которому запасы золота на руднике снижаются примерно на 50 тонн. Следовательно, уменьшаются выгоды Кыргызстана от участия в проекте. Мы считаем, что подписание соглашения при нынешних условиях неприемлемо и противоречит интересам Кыргызстана. Кыргызская сторона намерена требовать отставки менеджмента Центера Голд. В чем суть конфликта в двух словах и кто же все-таки решит эту проблему? Уйдет ли от Арбаев из-за Кумтора в отставку, мнение эксперта. Главная причина разногласий, как всегда, заключается в невозможности разделить деньги, причем деньги немалые, поскольку Кумтор является важнейшим источником поступления валюты для кыргызской экономики. И поэтому сейчас идут такие разногласия, с одной стороны, с кыргызской стороны, с другой стороны, со стороны канадских инвесторов. Дело в том, что, ну что такое инвесторы, да? Это их главная цель – получить максимальную прибыль. То есть, как обычная транснациональная корпорация, действующая в третьей стране, в развивающейся, она нацелена на максимальную прибыль. В то же время кыргызское правительство, оно заинтересовано в увеличении валютных поступлений, в увеличении отчислений от Кумтора, потому что в связи с непростой ситуацией в кыргызской экономике нужно как-то наполнять бюджет, как-то сокращать дефицит бюджета. И поэтому столкнулись интересы. С одной стороны, инвесторы не хотят терять прибыль, а с другой стороны, правительство Кыргызстана хочет как-то наполнить бюджет, чтобы справиться с социальными обязательствами. Что касается отставки правительства, то мне кажется, это вполне возможный вариант, потому что на правительство сейчас, с одной стороны, оно находится под ударом инвесторов, которые не хотят идти на уступки, а с другой стороны, это местные политики, местные партии, которые в условиях приближающихся парламентских выборах именно делают ставку на такую патриотическую риторику, говорят о национализации, о необходимости роста отчислений кумтора, и поэтому внутри этой борьбы может быть принесен в жертву именно Джо Марта Тарбаев и его правительство. Далее, коротко о ключевых событиях в Центральной Азии. 8-9 апреля в Душамбе пройдет заседание военного комитета ОДКБ, во время которого планируется проанализировать угрозы в регионе и выработать меры реагирования на них. Президент Молдовы Николай Тимофти и глава Туркменистана Гурбангулы Бердем Мухамедов обсудили в Ашхабаде участие туркменской стороны в проекте по транспортировке природного газа в Европу через трансанаталийский газопровод. В Афганистане в ближайшее время восстановят линии электропередач, идущие из Узбекистана, которые были повреждены снежной лавиной. Страна более месяца испытывает недостаток электроэнергии, больше всего страдают промышленные предприятия. По данным ПРООН, 83% населения Таджикистана живут за счет денежных средств, пересылаемых трудовыми мигрантами, и 86% из них сразу же тратят полученные переводы и не откладывают определенную сумму на будущее. За три месяца этого года Кыргызстан закупил у Казахстана более 400 миллионов киловатт-часов электроэнергии, заплатив около 40 миллионов долларов. В Узбекистане к 2020 году планируется построить три солнечные электростанции мощностью по 100 мегаватт каждая. Первая в Центральной Азии гелиостанция с выработкой до 200 миллионов киловатт-часов в год должна быть возведена к 2017 году. Стала известна стоимость строительства самого большого театра в Центральной Азии, который строится в Душанбе. Проект планируется реализовать в течение пяти лет. Стоимость объекта 680 миллионов самани, или более 110 миллионов долларов. Ожидается, что в работах будет задействовано тысяча человек. В Шимкенте открыт памятник воинам, погибшим на таджикско-афганской границе. На монументе высечены имена и фамилии 17 погибших в бою в 1995 году. Силовики Таджикистана за последнюю неделю предотвратили прорыв двух вооруженных групп наркоконтрабандистов через линию таджико-афганской границы. В итоге изъято около 80 килограмм гашиша, 17 килограмм опи, 1 килограмм героина и стрелковое оружие. В Узбекистане накануне Дня Победы пройдут церемонии вручения юбилейной медали 70-летия Победы во Второй мировой войне и единовременной денежной премии ветеранам в размере около 200 долларов. Сегодня исполнилось 23 года со дня установления дипломатических отношений между Таджикистаном и Россией, которая одной из первых признала независимость республики. 8 апреля 1992 года был подписан протокол об установлении дипломатических отношений, а уже 4 мая в Душанбе открылось посольство Российской Федерации. В Ферганском областном суде Узбекистана рассматривается дело о причастности к запрещенной религиозной группировке Хизбут-Тахрир. На скамье подсудимых находится сразу 30 человек. Все они жители одного кишлака Полусон в возрасте от 16 до 30 лет. Таким образом, из каждой семьи кишлака арестовано по 2-3 человека. 12 подсудимым из 30 уже зачитаны приговоры, они получили сроки от 6 до 10 лет. Все обвиняемые были арестованы еще в августе прошлого года. Источник Азадлик сообщает, что во время обыска в кишлаке людям подкидывались компрометирующие материалы, и каждому человеку из семьи предложили взять несуществующую вину на себя. С тем, чтобы освободить других членов семьи. Те, кто не соглашался, подвергался пыткам. Сложно представить, зачем Узбекистану понадобилось усмирять целый кишлак таким образом. Нам удалось выяснить, что еще в 1997-1999 годах в этом же кишлаке был арестован ряд лиц, которых обвинили в связи в Хизбут-Тахрир. Они были приговорены к срокам от 8 до 17 лет. Что же такого привлекательного в Хизбут-Тахрир? Почему люди вступают в эту организацию? Ответы председателя Исламского комитета России Гейдара Джемаля. Но прежде всего Хизбут-Тахрир – это не только среднеазиатский регион. Это универсальная международная партия, которая имеет поддержку в арабских странах и среде мусульман Европы. А в Средней Азии, конечно, она просто наиболее известна в рамках СРГ. Но ее популярность совершенно понятна, потому что она на основе своей идеологии имеет задачу восстановления халифата. А исламский мир, который уже существует более 14 веков, он существует без халифата всего-навсего порядка 90 лет, потому что халифат был упразднен в 1922 году. На халифатические традиции вообще всегда были очень высоки в Средней Азии и в зоне влияния и правления великих моголов и муридов. Так что это исторически логично. И на самом деле сегодня тема халифата крайне актуальна. Причем есть дни версии халифата. Халифат через верх, создаваемый консервативными монархиями, допустим, того же Корсевского залива. И халифат через низ, который идет по инициативе радикального политического ислама, как, допустим, исламское государство в Сирии и Ираке. Тема халифата, она очень беспокоит секулярных национал-диктаторских лидеров, завязанных на прошлом либо республиканизм при поддержке США, как Барак и Каддафи, и там Саддам Хусейн в своей начальной стадии карьеры, либо же на советское прошлое, как Ислам Калимов, Куслупан Назарбаев. Они все связаны с секулярным периодом середины 20 века в исламской государственности. И, конечно, идея возвращения к ислокам внушает ужас, потому что это восстановление шриадской справедливости, шриадского правового поля. Казус фотографии семьи Нурсултана Назарбаева, которую использовали в российском фильме, облетел виртуальный мир. Только вместо главы Казахстана на снимке вклеенный дедушка таджикского мигранта, который работает в Москве дворником и копит деньги на Колым. Также режиссерам не угодил Рахат Алиев, бывший зять главы Казахстана, ныне покойный, который заменен другим мужчиной. Все остальные на снимке супруга, дети и другие родственники остались без изменений. После вспыхнувшего скандала генеральный продюсер фильма призналась, что это произошло по ошибке и принесла извинения президенту Казахстана, его семье и всем казахстанцам. Это была новостная служба Центрально-Азиатского телевидения. Мы желаем вам получать только хорошее известие. До свидания.